Доброе утро, мои хорошие! Третий день в деревне. Сегодня отличная погода, солнышко, прям жарко. Я сейчас иду умываться. Вот в таких вот зачётных тапочках. Классные, стильные. Газе купить я вам не скажу такие. Зе зависть. Ледяная вода, однако, очень бодрит. Конечно, кушать придётся, но я не люблю вот такие полуварёные яйца. Сейчас я буду делать макияж. Вы, наверное, спросите, зачем в деревне в таких условиях делать мейк. А я вам объясню. Дело в том, что в прошлый раз, когда были похороны бабушки, вообще до этого тоже, я как бы не делала особо мейк, то есть тональный я имею в виду. Я заметила, что у меня поры засоряются и появляются пыщи. И вот я заметила эту закономерность, потому что здесь очень-очень пыльно. А тон для меня это как своего рода защита. Плюс здесь ещё есть SPF. А здесь солнышко. Сегодня как раз вообще солнышко светит. Ещё появятся какие-то пигментные пятна. Поэтому в целях защиты своей кожи я предпочитаю наносить тональный. Вообще, я заметила, что когда я наношу тон, у меня кожа в отличном состоянии. Вот как только, например, где-то неделю я не буду использовать тональный, то сразу появляются какие-то проблемки на лице. Возможно, это никак не связано, но я говорю чисто от себя. Кто-то говорит, что состояние его кожи зависит, например, от того, что он употребляет. У меня это вообще никак не связано. Я считаю, что это всё мифы. И американские учёные уже давным-давно доказали, что состояние кожи никак не влияет, точнее, питание никак не влияет на состояние кожи. Но всё равно наши дерматологи утверждают, что фастфуд и всё остальное сладкое как-то влияет. Но я в это, честно, не верю, потому что я это проверила на себе. Поэтому в это я абсолютно не верю. Здесь реально очень-очень пыльно. И это сказывается на моей коже. Потом у меня появляются высыпания, и мне от них избавиться нереально сложно. Вы знаете, как я долго лечила свою кожу. Сейчас она в хорошем состоянии. Ну как, относительно в хорошем состоянии. Естественно, такой кожи, как с фильтрами, навряд ли получится когда-то заиметь. И навряд ли у кого-то такая кожа. Вообще, людей с идеальной кожей я встречаю крайне редко. Да даже в обычной жизни. Поэтому как бы не нужно комплексовать. Хотя, кому я это говорю, я сама всегда комплексую по этому поводу. Но сейчас у меня кожа в отличном состоянии. И я очень надеюсь, что она в таком состоянии и останется. Слегка, совсем чуть-чуть тонального наношу. Распределяю по всему лицу. Я просто это добить хочу. Потом уже буду каким-то флюидом пользоваться. Совсем неплотным. Просто здесь совсем на донышке осталось. Я его закончить хочу. И в пустые баночки. Я же собираю. В конце года буду вам показывать пустые баночки за год. Кое-какие вещи можно даже здесь оставить. Например, средства для снятия макияжа. Купить, например, в Баку новую лампу. А здесь вот эту оставить. По-любому понадобится. Через месяц мы точно сюда еще приедем. Будут поминки. Будет праздник Новрус. И после этого все устраивают поминки. Приедет папа. Вот много чего нужно будет сделать. И я, наверное, здесь задержусь с ней так на 10. Я вот сейчас раскидываю мозгами. Буду каждый день публиковать вам вот эти влоги. В этот период, пока у меня на канале будут влоги, я вам буду очень часто снимать мукбанки. Чтобы материал был. Чтобы я спокойно могла уехать. И видео сами по себе публиковались. Хотя не знаю, честно. Вот мне лично кажется, что каждый день влог. И если нет мукбанка, это как-то скучно. И то же самое, например, когда у меня 4 мукбанка подряд. И нет влогов. Мне опять кажется, что чего-то не хватает. Вот я не знаю. Я смотрю на свой канал, прежде всего, как зритель. И мне кажется, у меня такое идеальное сочетание и влогов, и мукбанков. И когда чего-то из этого нету, мне почему-то как-то не нравится. Пудра уже начала крошиться. Ее, по идее, нужно переспрессовать. Или измельчить. И использовать как рассыпчатую пудру. Что-то хотела сказать, уже забыла. В общем, на моем канале и то, и другое. И без этого, мне кажется, мой канал был бы каким-то скучным. А, вспомнила, что хотела сказать. Мне некоторые подписчики пишут, что Айка создает отдельный канал для влогов. А я, если честно, не вижу в этом никакого смысла. Потому что мой основной канал, канал Айка Эмили, я его не представляю без влогов. Без влогов было бы скучно, согласитесь. Хотя, например, вот у Марины она снимает только мукбанки. И у нее, мне кажется, не скучно. Как раз-таки у нее круто. Но у нее подача немножко другая, там, не знаю. То есть, в ее исполнении мне нравятся чисто мукбанки. Но каждый из нас индивидуален. И в моем случае, мне кажется, должно быть и то, и другое. Я не знаю, вы меня поняли или нет. Надеюсь, что поняли. Наношу обязательно пудру, чтобы закрепить макияж. Кстати, румяшки у меня тоже заканчиваются. Осталось совсем чуть-чуть. Вы не представляете, как я радуюсь этому. Когда заканчивается косметика. Особенно та, которую я пытаюсь добить. Раз уже тон наношу, нанесем еще и румяшки. Гулять так гулять. Хотя никуда не собираюсь сегодня. Мама говорит, зачем красишься? Пусть кожа отдохнет. Отдохнула она в прошлый раз. Мне такие проблемки не нужны. Я очень долго лечилась от высыпаний. Кто смотрит меня давно, тот знает. Как я комплексовала из-за этого всего. У меня вот прям, знаете, я настолько переживала. Я не чувствовала себя полноценным человеком. Вот реально. Кто не в курсе, я пила Раокудан. Но никому не могу его рекомендовать. Потому что это очень опасное средство. Сначала обязательно нужно сдать все анализы. Проконсультироваться обязательно с врачом. Подходит он вам или нет. То есть просто увидели у меня. Я сказала во влоге. И все, пошли покупать и пить. По-моему, он даже не продается без рецепта врача. Но я могу ошибаться на самом деле. Я не помню, как я покупала. Хотя нет, у нас без рецепта врача. Но он дорогой. И пить его нужно полгода. Даже больше. Но слава богу, это все позади. И мне многие, знаете, писали, когда я говорила, хвалила, что вот у меня больше нет высыпаний и так далее. Мне писали в комментариях, что это все временно. Не радуйся. Все опять вернется. И мне так обидно было читать эти комментарии. Но сейчас вот прошло сколько? Два года. Два года уже прошло. Почти два года. Все пока что нормально. И вы знаете, прикол в том, что ты переживаешь из-за того, что у тебя состояние кожи не такое, какое ты хочешь. Ты комплексуешь из-за этого. Ты, например, рассказываешь про это каким-то своим близким людям. И они говорят, да пройдет. Замуж выйдешь, пройдет. Уход поменяй, пройдет. Не кушай сладкое, пройдет. Но ничего не проходит. То есть люди тебя не понимают. Это то же самое, как психологические какие-то травмы. Ты говоришь, например, у меня депрессия, к примеру, да? Все говорят, ты сама себе придумала эту болезнь. От нечего делать. Чуть-чуть и бровки решила подкрасить. Но ресницы не буду. Потому что потом смывать очень сложно. Вода холодная. Хотя вчера я себе подогрела немножко воду, чтобы умыться. Но я что делаю? Я сначала влажной салфеткой прохожусь по лицу. Потом мицелляркой прохожусь. Прям конкретно. Чуть ли не умываюсь мицелляркой. А затем уже иду с теплой водой умываться. И наношу крем. Вот вчера так сделала. Такой вот макияж у нас получился. Но это не совсем макияж. Помаду бы еще для полного счастья. Но ее нет. Я просто взяла все по минимуму. Почему-то мне казалось, что ничего не уместится. Но ошибалась. Несмотря на то, что погода классная, все равно мы топим печку. И дрова у нас находятся вот здесь. Вот сколько себя не помню, здесь всегда были дрова. Откуда они здесь появляются? Я вообще без понятия. Но всегда вот с детства в этой комнате всегда были дрова. У нас здесь, естественно, никакой живности нет. Но зато она есть у соседей. И когда ты просыпаешься под звуки мычания коров или как кукарекают петухи, это, конечно, ну не знаю, отправляет меня куда-то в детство. А это, кстати, наш сад. Я вот всегда, когда в деревне, я думаю, что поснимать, что заснять. А потом, когда возвращаюсь в город и пересматриваю материалы, которые я уже засняла, я думаю, надо было это показать. Надо было там так сказать. Вот. Поэтому сейчас надо не допустить все эти ошибки. Мама тут посадила, кстати, зелень. Я говорю маме, зелень стоит копейки на рынке. Зачем ее здесь сажать? Но мама нас это любит. И когда в Саратове мы жили, у нас был частный дом, и мама постоянно что-то сажала. И здесь тоже. Это чисто ее желание, так скажем. Потому что у нас в Азербайджане зелень стоит очень-очень дешево. Даже зимой. Вот такой вот у нас сад. Я не знаю, вы помните, когда где-то год назад я вам снимала, показывала. Здесь было очень много деревьев. Сейчас эти деревья все выдернули на корню. А все это мы сделали, потому что то же самое делал наш сосед. Не то, что мы повторюшки просто решили повторить за соседом. Дело в том, что сюда трактор просто так зайти не может. Потому что здесь забор, еще плюс там труба газовая идет. И вот была такая шикарная возможность. Он как бы обрубил все деревья у себя, и уже техника зашла в его двор. Поэтому мы здесь сетку убрали и решили убрать все и здесь. Повторили за соседями, называется. И посадили вот такие деревья. Я, правда, не очень разбираюсь, но мне почему-то кажется, что деревья высыхают. Это черешня. Черешня вообще очень капризное дерево. Сложно его выращивать и не сравниться вообще с другими деревьями. Там у нас соседи, здесь школа. Во дворе школы, кстати, тоже что-то сажают. Картошку. Я видела, когда ехала вот отсюда, вот так. Очень жаль, что через камеру я не могу вам продемонстрировать погоду. Такую классную погоду. То есть ни холодно, ни жарко. Прям самое то. Вот здесь проходит вот эта вот труба газовая. Снимаю, снимаю. Но я думаю, это вам будет вообще интересно смотреть. Возможно, на монтаже все эти моменты вырежу. В общем, здесь я в детстве собирала орешки, помогала бабушке. Я вот когда вижу эти все картины, так скучаю по бабушке. Так быстро мы все повзрослели. И такое ощущение, что время сейчас летит с еще большей скоростью. Не успеешь оглянуться, и мне тридцатка, потом тридцать пять. И как будто жизнь проходит где-то мимо меня. А в детстве каждый год был какой-то наполненный, что ли. То есть время, последнее время, очень быстро идет. Я прям не успеваю оглянуться, и на еще год становлюсь старше. И так проходит наша жизнь. Наша жизнь это как какой-то квест, в котором мы постоянно работаем, чего-то добиваемся. Вот, а потом уходим из этой жизни ни с чем. На этой оптимистичной ноте я предлагаю завершить нашу с вами прогулку. Вот. И все, он зашел обратно в трубу. Зачем он это делает, я не понимаю. Виксик! Дурачок, куда ты? Надо закрыть вход, сюда поставить кирпич, чтобы он больше туда не залазил. Уже, видите, весь дрожит. Я сейчас резко вспомнила ситуацию, которая была где-то три года назад. Мы с папой отправились на кладбище навестить его отца, который скончался задолго до моего рождения. Это где-то лет 30, наверное, назад. И мы тогда были с подружкой, и были в очень хорошем настроении, улыбались всю дорогу. И когда обратно возвращались, папа так посмотрел на нас и закрывал дверь от кладбища, и такой говорит, вы зря так улыбаетесь. Последний адрес, который мы посетим, это вот. Вы зря улыбаетесь. Его слова мне запомнились, не знаю, мне кажется, на всю жизнь. И как-то резко, знаете, у нас испортилось настроение. Мы с подружкой посмотрели друг на друга. И с одной стороны мы поняли, что папа реально прав. Это наш последний путь. Какой оптимистичный влог у нас получается, однако. Я затопила печку. Разложила все, что мне нужно на столе. Сейчас буду делать новую коллекцию. Я уже делала такую коллекцию. У меня есть подобное видео на моем канале. Правда, немного просмотров набрало. Но все равно решила еще раз сделать коллекцию кармашки. Вот такие они красивые. Кстати, бумаги я очень много взяла. Даже, знаете, столько и не надо. Здесь мой каталог. Слава богу, ничего не забыла. Единственное, точилку бы надо еще взять. Я забыла ее. Видимо, что-то не нашла в сумке. В общем, сейчас буду делать новую коллекцию. Как раз здесь много свободного времени. Хорошо, что я это все взяла. Сейчас я смотрю, что-то маркеров маловато как-то. Очень однотипная коллекция будет в одной цветовой гамме. Я так чувствую. Время 16 минут с шестопа. Еще так светло. Такая классная погода. Посмотрите, какая кошечка милая. Вообще, я заметила, что в деревне кошечки очень маленькие. Мне раньше казалось, что это все котята. Оказывается, нет. Они какие-то мини-версии. Не знаю почему. У всех соседей такие вот кошечки. Супер маленькие. Здесь у нас солнышко. Какое красивое небо. И в отличие от Баку, самый большой плюс, что здесь нету ветра. В Баку может быть обалденная просто погода. Но этот ветер, он прям въедается в кожу. И очень неприятно. Я вот здесь сидела, принимала солнечные ванны, так скажем. Кстати, на второй этаж я вообще не поднималась. Прикиньте. Надо подняться. Но там просто холодно. Вот сейчас я абсолютно без куртки. Вот в таком свитере и в этой юбке. И мини-холодно абсолютно. То есть погода классная. Но мы все-таки с мамой решили, что послезавтра, наверное, будем выезжать. Потому что нам здесь по большому счету делать нечего. Еще плюс, понятное дело, здесь нет никаких условий. Поэтому, наверное, послезавтра. Хотим завтра, но просто завтра мы не успеем решить все свои вопросы. Поэтому, наверное, послезавтра утром уже будем выезжать. Последние новости из деревни. Знаете, почему он такой без настроения? Его побили соседские коты. Вот нафига тебе надо было туда? И теперь у него болит лапка. Там такая рана. Покажи. Ну покажи, посмотрим. Нет, он не показывает. В общем, у него болит лапка. И он хромает. И вот сейчас лежит. И уже на улицу не хочет выходить. Бедняжка Твиксик. Я пойду разбираться за тебя. За тебя, мама, горой. Мама всех котов разгонит. Моего сына тронули. Я слышала, Бобик, что добро надо делать на камеру. Все. Твикс у нас завязал с ночными прогулками. Он говорит, я ни за что в жизни больше из этой теплой комнаты не выйду. Смотрите, какой милый я не могу. Какой милый. Сейчас будет так аппетитно кушать. Мукбанг Бобика. Он находит укромное местечко, где можно спокойно, без лишних глаз, поесть. Он думает, блин, что она за мной ходит по пятам. Ладно, пусть кушает. Это соседская собака. Помните, я еще давно ее вам показывала? Точнее, он. Это мальчик.